Здравствуйте дорогие друзья! Представляю вам интереснейший обзор! Новые криогенные пушки МК-2 12 уровень! На старых роботах тоже конечно буду показывать. Итак, старичок Лео на легких криогенных и на тяжелой криогенной пухе сейчас займется вредным спектром. Спектру был объявлен страшный выговор с занесением в грудную клетку в ковер на подходе. Дерзкий-дерзкий, но я отхожу срочненько на перезарядочку. Готов применить пасс-шифтик, чтобы не шлепнули моего красавца раньше времени. На самом деле, залповое криогенное оружие на замену Арканам, Пенатам, Эксодусам, имеет огромную скорострельность, моментально опустошает боезапас и вполне способна слить инвайдера без ластенда, то есть мощная. Идет накопление урона, появляется снежинка, точнее накопление пробиваемости урона, над противником загорается снежинка и весь последующий входящий в грудную клеточку робота урон растет в геометрической прогрессии, то есть это реально больно. Я сам не ожидал страшной эффективности этого оружия и, честно говоря, отнесся к нему снисходительно. Ну, с самого начала. По крайней мере, маленькие, так скажем, криогенные пенатки мне не очень понравились, честно говоря, а вот средние на замену Арканам и на замену Эксодусам тяжелые, да, криогенные, ракетные, да, орудия, это трындец, ребята, что они творят? Смотрите, срезаем за секунду просто, да? Там кто у нас еще? Оглядимся, сзади никого. Спектр любопытствует. А что же здесь происходит? Да тут все нормально, чувак. Так, быстренько валим. Дракон на вектор полетел, очень злой. Так, еще один Спектрус. Успел я нажать на кнопку, чудом, да, спасти свой Ласт Энд. Значит, у меня есть еще 4 замечательные секунды, друзья, чтобы неприятно удивить противника. Итак, мы сейчас собираем на Лео первый Гадлайк у нас есть, да, красавчик, старина Лео. Устроил здесь полное раздолбайство вражеской команде. Я думаю, они счастливы вместе. Так, вот у нас напал-напал Пурс, напал на Буварка, полный залп. Собираем второй Гадлайк, еще Дракон у нас на подходе, нахлобучиваем остатки обоймы. Третий Гадлайк, смотрите, что Лео творит. Но думаю, что на этом его шикарная непревзойденная жизнь, конечно же, закончится, но возможности еще немножечко здесь попадаю. Блиц, конечно, не ожидал. Плюс немезидка. Ну, повреждаю, повреждаю серьезно. 50% повреждаю до Ластенда. Еще довожу немезиду. Да, тяжело изране в двух роботов противника. Вы только посмотрите, что сейчас натворил Лео на криогенном вооружении. Древнейший робот. Но хочу отметить, что у него стоял Ластен 6 уровня. И сам Лео был в прокачке МК-2 12. Но это не значит, друзья, что вам нужно срочно бежать и качать Лео. Нет, ни в коем случае. Это обзор по фану, друзья. Старые мехи по фану я показываю, как на новых пухах, что могут творить вообще старые мехи. А могут творить они, конечно, вообще просто могут по полной беспредельничать. И они на поле боя. Бежит Ланселот. Вас подмынуть! Сейчас идет замена Лео. Жестко на всю обойму накатываем в луверку и сразу же отходим. Стоит интересный модуль, укрепляющий на 20% щит у Ланселота. У мелких пилота тоже укрепляют щит Ланселота. Плюс умение, отключающее основную способность. Он и без нее офигенно будет бегать сейчас. Просто как каскадер по карте. Хана тебе, Орес, братишка. Все. Пора на пенсию. Так, а что у нас здесь? Тоже Орес. Одна проблема. Очень станется резво. Всегда Ланс. Но щит, щит держит. Посмотрите, да, удар двоих Оресов мы выдержали. Но на самом деле понес повреждение по ХП. Так, очень дерзкий прибежал Блиц. И очень дерзкий Блиц убежал. Так, два стенда прожгли. Но все-таки у Ланса есть бронежилет. Лучше для мужчины нет. Всех убью, один останусь. Так, зажимают меня под мостом. Дайте лыжню не выбраться мне отсюда. Но, кстати, вот эту Оресину я Елемесину забираю. Заморозили. И в морозилку. Так, все. Хана. Ничего, у нас есть подмена. Я решил вывести основные, скажем так, сборки для разных уровней игры, друзья. Фантомчик на среднем криогенном орудием и на двух халла. Комбинированная сборка, которая будет наиболее оптимальна против тяжелых танков. Значит, на пробиваемость, да, грудной клетки противника, так скажем, накопление там до 135% проникающего урона, насколько я понял характеристики этого оружия, халла станет, пушка дает снежинку, и союзники начинают накатывать, например, вражескому фалькону или фенрирую Локи. Локи, стоять! Погоня, 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 горячей крови! Погоня, погоня, погоня! Догнать и обезвредить! Противник вооружен, очень опасен, владеет стенсом. Сейчас защенится на резковый маяк, и там будет обороняться как к риску любую. Наносим удар по стене. В принципе, он включил способность. Противник задержан, обезврежен и разобран. На склад! Вы уже поняли, друзья, что весь основной урон, представленный в этом бою, больше его часть будет, конечно же, за стареньким дядей Лео. 2014 год выпуска, медленный поворот корпуса, полное отсутствие способности до хрена ХП, старинная боевая машина, когда-то представленной германской немецкой линейки, ну так скажем. 2 миллиона урон, 12 убитых, но это по фану, друзья, не надо ланса бежать, качать в МК-2 и Лео, еще раз повторяю. Фантома можно качать в МК-2, это имба. Так, давайте посмотрим, что у нас ланс может на дреднаут, вывел я его первым. Зацените, какая скорость у меха прежде всего, какая маневренность по сравнению с базовыми характеристиками, это за счет умений пилота прежде всего, и как будет щит хорошо держать удар, это за счет модуля и опять-таки умения пилота. разрываем противника на куски, очень опрометчиво уже отхвативший от меня до этого товарищ Тир заходит на меня. Ну что, подумал, что ланселот легкая добыча, что ли? Сейчас я тебя буду разубеждать, братан, ты серьезно ошибся. Так, ну что, от центра всех разогнали, ну что-то мне как-то... О, Фальк. Фальк заберет маяк, я здесь краешку потусю. Так, ну-ка выстрелим, смотрите, Аресина пока на кнопку нажимал, уже больше половины хп у него улетело, я в откаточку бегу. Скорость разворота, кстати, у ланса на полной чувствительности очень хорошая, поэтому я поглядываю всегда куда бежать. Не хотелось бы в неприятный момент уткнуться в препятствие, но я всегда успеваю быстро развернуться к противнику. Бывает, конечно, что зацепишься, да, с лотом за что-нибудь, но тем не менее, вот этот вот Арес вообще что-то здесь напутал. Пойди отдохни, дружок. Так, самое время все-таки отходить. Держит еще щит у меня. Ох, держит. Чем мне нравится новое вооружение, бешеной скорострельностью, отличным сплэшем и мгновенным нанесением разового серьезного урона. Достает противника за препятствия, то есть делает то, что не могут энерго-дробовики и что не могут кинетические дробовики, например, шторма. Офигенно рубят за препятствием, не нужно никуда выбегать напрямки на противника, можно действовать, как раньше можно было профессионально работать на арканах, на откатах, по углам препятствий, работать по диагоналям. Смотрите, второй гадлайк собираем на лансе. Злой дядя Ланселот порубил всех в центре и держит центральный маяк. Милости просим, подходи по одному. Всем выпишем премию с занесением в грудную клетку. Выходим строиться, что там поныкались все за препятствием. Вот так могут работать старые роботы, друзья. Жесткий. Еще один гадлайк. Есть кто? О, Меркурий, здорово! Сразу текаем. Так, в центре справились. Без меня где-то здесь был Меркурий, совсем свеженький, совсем злой, и за мной охотился. Пока. До ластен до меня он успел прожечь, но... Тем не менее, еще один гадлайк нарисуйте на моем фюзеляже. Так, сзади, 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 сзади прозевал дракон, подлый вар. Ну ничего, дядя Лео пошел решать вопросы. Он подпишется за дядю ланса. Давай, Лео, юниор! Шире шаг, резче амплитуда, булка ты железная! Ржавый старый ветеран Лео. Как же он мне нравится. Это самый мой любимый мех вообще был в игре с 2014 года. Да, какие-то мехи тоже я очень люблю, тоже нравятся, все такое. Но это самый любимый мех. Настоящий танк. Мне кажется, появляется новый самый любимый мех. Но это новая линейка у нас, это будущие Титаны. Мне нравится Кит, потому что объединяет в себе он все игры всех времен. С 1980 года начались такие вселенные игры, как Мех Вариор, Баттлтек. Потом был Мех Коммандер, да? И такие мультики Мегатрон, Роботек и фильмы Рободжокс, Тихоокеанский рубеж. И вот мне все это в себе объединил Титан Кит, пилотируемый огромный робот. Это вот уже реально вселенная, реально войны роботов. Огромных роботов, вар роботов. Уже чувствуется. Я, честно говоря, на тест-сервере покайфовал, да? Когда поиграл на этой огромной интересной машине. Ты че здесь вообще трешься? Мелочь пузатая. А ну кыш! Чуть до Ластенда не довел до белого коленя. Опять бежит что ли? Ну-ка отгоним. Че-то противник уже не хочет идти связываться с дядей Лео в центре. Блиц проклял мои орудийные системы. Маленькая ведьма. Так, до Ластенда доводим товарища Фантомчика. Надеюсь, хватит. Помогает мне, ребят, с ним справиться. 2700 хп осталось. Хана моему Лео. Тем не менее, еще успеваем забрать Блица. Че там, присоска что ли? Чую присоска за углом, причувствуй у меня. Вот присосался, все. Хана Лео. Героев убивают всегда при соске. Прямо в пузо и через препятствия. Но все равно у нас победа, зацените. Я на двух мехах всего, на старых, отыграл этот бой. Миллион шестьсот восемь убитых, первое место в стаде, сравните с другими уронами, это Лига Чемпионов, друзья. Но еще раз повторяю, не надо бежать, прокачивать в МК-2 Лео Лан Слот обзоры по фану. Показываю максимальные возможности разового штурмового урона новых криогенных орудий. Пухи крутые. Реально крутые. Мощный, ну-ка, полноценный залп в грудную мишень сквозь снежинку. И смотрите, как сразу урон проходит, даже взлететь дракошка не успевает, потому что стрелял в стену, потом уже рядом с ним. А если цель в стелсе, и за целью стена и оружием, который имеет сплэш, стрелять в стену, урон по цели наносится стопроцентный. Это для тех, кто не знает, как работали арканы. На самом деле очень эффективно. Но это для тех, кто не знает. Я думаю, что все-таки вы уже все опытные. Все вы все знаете, друзья. Я верю. Так, задача на Лан Си держать центр. Картовалия, заброшенная база во Вьетнаме. В этом блоке шмакодявка. Так, шмакодявку прогнали. Посмотрите, булорок пошел центр оборонять. Пойти за ним. Опасненько это дело, Ватсон. Так, требуется срочная корректива для внесения в нашу оборонную доктрину. Так, зарубили мы пурса. Свалим мы пока на пасшифте. Перезарядка 4 маяка за нами. Спешить явно некуда. Можно спокойно центр подержать. Не вижу смысла напрасно умирать. Два дракона влево пошли. Бодро так пошли. Рысью. А меня булка здесь ловит, да, своими кулумбасами? Ладно, булка, я тебя в голове держать буду. Вот сейчас я ошибся, надо было влево идти, драконов юзать. Надо было драконов юзать. Смотри, меня прожаривает, как больно. А, больно, мне больно. Придется пасшифт потратить. Инквизитор молодец, хорошо сыграл. Это наши пятки летят. Наши пятки. Пятки наши, вправо пошли. Тапки не потерял, ништяк. Так, здесь два дракона. Два дракона, что творится? Ой. Так, приземлился, пошли нахлобучили. Если что, хрен с ним, с ласт эндом. С моим, разумеется. Прикрылись немножко щитом. Остатки боекомплекта дорабатываем. Ауджана. Булка, ты сюда пришла. Молодец какая. Все, употребили булочку. Со стаканчиком кефира. Готов. Так, еще один летит дракон. Ну, еще на лансе бегаем. На самом деле, удерживаем центр. Активно мешаемся противнику. То слева, то справа. Скорость ланса, на самом деле, позволяет. Задымился щит у меня. Все, щита нет. Изверги прожгли. Мой бронежилет. Лучше для мужчины нет. Отступаем. Сейчас подпрыгнет. Спектр на Шактрейн. Так, а здесь у нас что? Так, опасаюсь. Спектр, опасаюсь. Ничего, у меня есть, если что. Извини, извини, подпер тебя Арес. Извини, подпер. О, сейчас горели, кстати. От Ауджан. Ауджан может две цели прожигать. Кто не в курсе, нужно стрелять по задней. Тоже такой маленький вам секрет. Так, ну что тут у нас? Арес наш влево пошел. Я держу центр, опасаюсь, что забежит враг. Хана нашему Аресу. Но хочу сказать, что он красавчик из клана Пуля. Просто пулей взял, да? Лево-фланговый маяк, выиграв нам еще целых 30 секунд по времени. А мы пойдем немножко здесь постреляем сейчас. Уменьшим количество драконов, а то они их там разводят, я смотрю. В своем питомнике драконов, да, яйца высиживают. О, все, прощай, Лансик. Но отработал хорошо, но ура, почти 5 минут прожил в бою. Дядя Лео, твой выход. По пулю танки грохотали. Тяжелый поступь и вперед наш Лео Шоу. Броней сверкая. Сейчас пальнем со всех стволов. Опа, по шифту драпанул изверг. Излетит. Молодец, и так профи отыгрывают. Два пасс шифта. Способность перезаряжать, соответственно, Лич применяет присоску, а дракон взлетает. Но не поможет это ему. Разберам то. Короткой очередью на третья бой мы, прошу заметить, и дракона нет. Так, а это что это у нас? А это Лич. Пошел я на допустимый урон. Просадил ему по ХП больно, несмотря на способность. В этом плане толстые роботы могут себе позволить пойти на обмен ударами с Личом. Не призываю так делать, друзья, конечно, ни в коем случае. Эх ты, зараза, дракон сейчас прожарит. Так, удалось не применять. Еще раз мне пасс шифт. Так, а это у нас что? Это снова Лич. Я жертвую своим ласт эндом и иду на обмен с ним ударами. И уничтожая с половиной ХП на способности, хотя он игнорировал 90% входящего урона. Вот что такое криогенные пушки для борьбы с танками. Неприятная штука, ребята. Если вас зафигачили с криогенной пушки, мой вам совет сразу уходить по пасшивке. В противном случае над вами загорится веселая снежинка, зима близко и ледяные ходоки стоят над вами, занеся большие косы. Это значит, что у вас пошло накопление на пробитие дополнительной тушки вашего робота еще на 135%. То есть, грубо говоря, ХП улетит в момент. Вот как у этого ланца просто. И все. И нету ланца. То есть, вот так это работает. Очень жесточайшее, на самом деле, оружие. Так, ну дракону тоже там досталось, да? Досталось, чутка не хватило его добить. И на этом заканчивается бой. Секунды кончаются. Не дали пострелять мне в фалькончика. Но еще будут моменты, на самом деле. Оружие позволяет бороться с фальконами. Но не всегда можно уничтожить один на один. Но побесить и больше пол-ХП снести вполне реально. Итак, снова у нас первое место. Отыграл я всего двумя роботами старыми. Миллион шестьсот, восемь убитых. Первое место. Этот бой не сначала, а в начале. Я очень глупо потерял своего белого дракона. И теперь пытаюсь защитить мост на ланселоте. Давайте посмотрим, чем закончится эпопея роботек на кассел. Вот хороший вектор для применения арканов. Криогенных, да? Криогенных арканов. Не стреляйте в леча, ребята. Не надо. Эх, чуть-чуть. Ну, все-таки, смотрите, сразу у него снежинка загорелась. Да, и чувак грамотно сделал. Бац! И сразу применил пасшиф. Дракон успеет взлететь? Успел. Тогда валим. Бежим. Пока нет смысла пасшифтик включать. Рано, прибережем. Без нужды включать пасшифт не нужно. Готов дракон. Как только цель понимаете, что будет уничтожена, сразу нужно, друзья, пальчик с огня убирать, потому что оружие требует постоянной дозарядки. И это нужно контролировать. Зарядку. Так, убили. Прибежал. Прибежал парень на взрывашке и уничтожил вражеского курса. Долго-долго арест соображаешь. Пол хп у тебя уже улетело. Сейчас ты отстреляешься, я поднимусь и тебя просто добью. Коротким нажатием пальца на джойстик на ведение огня. Вот и все. Он даже самоуничтожился, что ли, в панике. Тоже интересный момент. Фалька просто разрываем. Ну, там помогали, конечно. Не надо забывать, что когда в тушку робота входят криогенные ракеты, у него появляется снежинка. Соответственно, идет накопление урона. Если союзники подключаются, вообще фальки просто в момент разбираются. Как и все тяжелые танки. Но вы это еще увидите во взорах. Я выпущу отдельный обзор. Посвящен он будет именно Личу. Непосредственно на четырех средних криогенных ракетных установках. И Фантому. Там будет пополам обзор. Лич и Фантом на одной криогенной средней пушке на двух халок. Посмотрите, как там будет на самом деле отыгрывать Фантом и Лич. Тоже полная жесть. Добиваем Ареса. Не успеваю там отойти. Спокойно абсолютно. Держу мост уже весь бой. Здесь ничего не могут со мной сделать. Так, почти добили там дракона. Ушел я по пошивку. Еще берегу-берегу свой Ласт Энт. А счета у меня уже и нет. Так, где-то здесь было кельце. Добиваем. Не успел излететь. Так, ну кажется, пришел конец все-таки моему доблестному. Всю обойму по Фальку разряжаем. Всю обойму. Но не успеваю. Не успевая, никто не помогает. Половина ХП успел снести с неполного боекомплекта. И Фальк подлечился. Ну что ж, у нас... На замену выходит очень злой дядя Лео. Пошагали. Лео я просто, конечно, обожаю. Немножко меня смущает, конечно, геймплей здоровенной криогенной установки. Мне кажется, в не-ивентовом варианте она будет выглядеть иначе. Ну, собственно, посмотрим. Так, охладим. Пума, да? Да, товарища Палькона. Традиционалиста. С лечением даже, да? Потратил лечение. Фенрир помогает. Но все равно мощный традиционалист. Так просто не слить. Даже с криогенным оружием МК-2, друзья. Но лично 4-х средних стреляет побольнее, чем сейчас Лео с 3-х легких и 1-х тяжелых. Эффект более болючий. Ну и эффект налицо. Как только появляется снежинка, Лич начинает сразу просто не по-детски прожигаться. Не успел нажать на лечилку. Готов. Но застанел. Большой робот и легко станется быстро. Вот это, конечно, мне не нравится. И у меня еще огромная просьба к товарищам разработчикам. Вы можете старым роботам всем дать активный модуль. И абсолютно всем дать 3 пассивных модуля. Всем роботам дать 3 пассивных робота. Это увеличит количество игроков в игре. Будет больше онлайн. Вас будут меньше ругать. Ну и это уважение к старым роботам, которые сделали War Robots. Именно War Robots, да, так скажем. Вот такой красивый у нас сплэш. В зеленом облаке утонул арес. Так, сейчас мы его добьем. Его пристрелили просто с требушета, да, хэдшот. Когда прогорел ластен, да, справа во флангу. У нас там злой требушетник есть. Который, кстати, внимательно следит за ситуацией на поле боя. Просто красавчик. А мы вальяжно топаем на Лео, на вражеские. Респ. Так, добьем, пожалуй, Инквизитора. И, может быть, успеем даже добить дракона. Скорострельность очень высокая. Вот, реагенного ракетного оружия. И позволяет нахлобучить сразу достаточно быстро за короткое время на полуобойму. Устрашающий урон 2,5 миллиона. Девять убитых со стороны красных. И это все было на старых роботах, если не считать Ауджана в самом начале. Которого я глупо потерял. Но двух роботов я на нем убил. Или одного. Уже не помню. Но задачу он свою выполнил. Погиб геройски. Так, сейчас у нас последний эпизод, друзья. В этом обзоре я пытаюсь на карте Луна взять лево-фланговый маяк. На то, что-то мой рандом профукал все маяки. Чувствую, ожидает бой быть веселым. Сливаем тут же мы в момент просто улетает вражеский арест. Я потратил всего лишь пол боекомплекта. И то половину промазал. То есть, чуете, какой ураганный урон этих пушек? Так, а здесь пора драконов нам встречать. Да, попробуем выскочить. Немножко по стрелям. Огребает там противник. Еще чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Так, забираем. Даже не увидел, кого там в углоке разрывов просто льда и пламени. Кого мы там забрали? Так, валим арест. Включай свою шарманку. Прикрой, братишка. Так, ну до ластенда-то мы его чепикнем сейчас. Ух ты, смотри-ка. По пашифту отошел. Маяк покрасил в белый цвет. Настоящий Том Сойер. Так, а это Гекель Берифин прилетел. Понятно, мы с Тамарой ходим парой. Но я за препятствием пытался слить чувак. А я не успел. Теперь я по пашифту отхожу. На выходе с пашифта полная очередь. Тебе в грудак залеплю, дружище. Огонь! Так, готов. Успел убить, по пашифту ушел. Дракон сверху ошибся. Погиб. И я возвращаюсь на маяк. Вот такие у нас тут шахматные такие дела пошаговые происходят на лево-фланговом маяке. На самом деле, противника-то на себя мы отвлекаем. Вместе с Аресом живой он там нет, не вижу. Так, а это у нас кто там? Это у нас дракон до ластенда его. Меня тоже до ластенда. Дракон взлетел. Кажись, кирдык моему. Вдвоем меня. Вдвоем зажарили. Разозлил. Ну-ка, дядя Лео. Подсобималось на левом фланге. Ни в одна беда застанет, убьют. А модуль пассивный всего один. Я ставлю ластенду. Еще бы парочку. То можно было бы поставить ему, например, ну, естественно, антиконтроль, да? И можно на урон поставить. К примеру, термонуклеориактор. Вот это будет тогда ужас, а не дядя Лео. Ну вот, зараза, вынудили меня пассив потратить. Второй дракон меня зажарит. На выходе этот включит шарманку. Еще раз трачу пассив. Дядя Лео, дядя Лео, дядя Лео. Ну, хоть дракона-то убью. Прогорелый астенд. Ах ты, злый день. Успел включить. И застанел. Все. Хана, дядя Лео. Он боится стана. Ну, такой большой, а стана боится. Что ж поделаешься. Так, ну вот как раз момент. Я думаю, что отдельный обзор буду посвящать я друзьям Ауджану. На тяжелых, креогенных, ракетных установках дистанции ведения огня 300 метров. Мгновенный просто выброс. Субтитры выдал. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»